Чем ты занимаешься в Фастуне? Я занимаюсь развитием онлайн-платформы Фастуна по движению меня на рынок. Отлично. А до Фастуны где работал, чем занимался? До Фастуны я 20 лет, больше 20 лет. Страшно сказать, занимался маркет-рисеоч, то есть исследование рынка, ну, в исследовательских компаниях GK, Nielsen. Привет, друзья! Здравствуйте! Я Артём. Как обычно, пилим видос для комьюнити вибрендинг в том числе. И сегодня у нас в гостях профессионал. Профессионал Андрей, привет! Привет! Артём. Будем разговаривать про исследования. Начнём? Начнём. Скажи, вообще, зачем нужны исследования и можно ли вообще без исследований выпускать в FMCG какие-то успешные проекты и кейсы? Вот давай начнём с такого, с самой базы. Ага, понятно. Вопрос. Начинаем, в принципе, с общего вопроса, но самого сложного. Зачем нужны исследования? Ну, с моей точки зрения, исследование – это связь с реальностью, обратная связь с миром, с потребителями. То есть, такая обратная связь от потребителя и при этом попытка получить объективную обратную связь. Да, объективную обратную связь, получить её правильно. Да, именно объективная обратная связь от потребителя. Потому что, собственно говоря, ну, как можно жить без обратной связи? Это как переходить закрытыми глазами перекрёстку. Ну, конечно, сильная метафора, но... Окей, а есть ли в твоём опыте какие-то... Знаешь ли ты какие-то кейсы, когда без исследований запускались в FMCG успешные проекты? Ну, я прямо так сразу не скажу, но я уверен, что такие есть. Я уверен, что такие есть. И вообще, в принципе, необязательно проводить исследования по каждому поводу. И можно, в принципе, в каких-то случаях обходиться без исследований. Это, например, те случаи, когда у тебя малый бизнес, и когда сам генеральный директор постоянно контактирует с своими... Но он эксперт, как бы, получается, он эксперт. А просто маленькая фирма, она чаще, ближе в контакте со своими клиентами, да? Когда ты глава международной корпорации, которая производит... В принципе, не можешь понимать одновременно россиян и жителей Аргентины. Ты сидишь в большом стеклянном офисе, наверху смотришь на этих людей, и тебе сложно понять, что им нужно. А когда ты сам продаешь, что часто бывает, ты понимаешь потребности, да? Да. Ты, в принципе, на связи с клиентом. Да, я тоже уверен, что без исследований есть достаточно успешных кейсов в FMCG, но это, конечно же, не значит, что без них можно обойтись. По поводу необходимости исследований. В общем-то, это не то, что нужно делать прямо совсем обязательно, да? Такая задача. Задача быть на связи с реальностью. С реальностью, чтобы быть на связи, нужно время от времени, собственно говоря, смотреть, что происходит в мире, с окружающей средой. И, собственно говоря, что касается исследований, то можно принимать менеджерские решения. Я это называю экспертными решениями. Ну, я бы сказал, что это менеджерские, потому что их можно принимать на основании большого количества факторов, в том числе и на основании потребительских исследований, и даже идти поперек того, что люди считают нужным. Это важно и нужно иногда это делать. Но исследования нужны, прежде всего, с моей точки зрения, как минимум, чтобы тренировать свою нейронную сеть в мозгу у человека. А, я понял, чтобы камертон свой настраивать. Что катит, что не катит, да? Да, да, вот как говорят, знаешь, про Пелевина, что вот он книжки какое-то время очень удачно писал, потому что он прям чуть ли не в метро там послушал, да, подглядывал. А, инсайты, инсайты. Вроде не терял связь с реальностью, не знаю, как сейчас. Собственно говоря, здесь то, что тебе нужно быть на связи с реальностью, настраивать нейронную сеть и, собственно говоря, снижать степень определенности, помогает исследование. Как минимум, ты знаешь одну переменную, да, это отношение потребителей к твоему товару. Раскрути, пожалуйста, значит, снижать степень определенности. Неопределенности. А, неопределенности. Неопределенности, да, то есть менеджмент – это всегда принятие решения в условиях недостаточности информации. Но это как шахматы, игра с полной информацией, а есть игра с неполной информацией. Вот менеджмент – это игра с неполной информацией. С неполной информацией, но, в принципе, можно задачу менеджмента упростить и как минимум просто получить информацию о том, как потребитель воспринимает твой продукт. Не обязательно прямо идти четко. Есть пример, который я всегда привожу. Это Стив Джобс. Говорят, что он вообще не любил исследования. Я так понимаю, что это не совсем мифы. Он, видимо, пытался впечатлять, что он чуть ли не презирал. Да, на самом деле я не уверен, что все так на самом деле было. Вопрос в том, что когда вы вводили тот же первый айфон, на котором мы сейчас. Это не первый. Он был без радио. Если бы на исследованиях спросили, в неправильных исследованиях, на плохо проведенном плане исследованиях, спросили, какие фичи проранжируйте, пожалуйста, то, что вам необходимо в телефоне, мобильном. Там было бы радио. Там радио было бы где-то в пятерке, наверное, факторов, и люди бы не восприняли бы продукт без радио. На самом деле просто это как бы пример того, что новые продукты могут быть не сразу восприняты потребителями. Вопрос, что самого плана исследования, то, что здесь на самом деле нужно было идти от потребностей. Изучать, когда ты выпускаешь новый продукт, тебе не нужно опираться на то, что же существует. Тебе нужно обратно вимнуться к потребностям. А потребности у людей в данном случае были, в чем потребность, в случае какой-то аудиоконтент. Любой. Музыка, сейчас это подкасты, в то время подкастов не было. И так далее. И, собственно говоря, Джобс вперед смотрел на развитие. То есть, он был, как называется, визионер. Он предвидел, что будет нужно завтра. При этом, да. Он просто умел хорошо считывать информацию о потребностях людей. Но для того, чтобы... Тут хитрая история. Для того, чтобы обладать такими дарами, его нужно постоянно подпитывать. Ему нужно воспитывать эту нейронную сеть. А ее, как это возможно сделать? Нужно получать обратную связь. Опыт, опыт нужен вот этот вот. Нужно видеть потребителей, их потребности и так далее. Опять же, чтобы тренировать чуйку, нужна информация. К фастуне переходим или рано еще? Ну, да, давай перейдем к фастуне. Собственно говоря, фастуна... Про что фастуна? Фастуна – это про то, что сделать исследования доступными. Собственно, мы вдохновились опытом на рынке, например, финансовых услуг, финтех. Так, 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 так. Также, хотя бы даже банально, то, что стало понятно и доступно бухгалтерии, онлайн-бухгалтерии для индивидуальных предприятий. Ну, типа там точка, вот эти вот, да? Да, там может быть даже стреньков какой-то. То есть, вещи, которые казались бы вообще, бракодавры, они, в принципе, ну, сложные, да? Сложные рынки, они стали, благодаря автоматизации, да? Понятной обывателю. Да, и они стали user-friendly, скажем так. Вот, а исследование тоже процесс очень сложный, сложная вещь там, да? Когда я вот преподаю исследование, сразу все говорят, когда меня представляют, говорят, вот сейчас будет очень сложно. Ну, да, да, да. Сложившийся миф. Вот, и действительно это сложно, но наша задача была сделать его, на самом деле, прежде всего, быстрым, потому что именно основная проблема на рынке, как мы считаем, независимо даже от размера бизнеса, это очень важно, хотя для большого бизнеса скорость еще более важна, чем для малого, в общем, скорость классические исследования не успевали. Просто реально. А, за изменением всего. Да, то есть, получается, какая история там, да? То есть, того же самого креатива за последние, там, пять лет в десятки раз стали больше производить. Да, да, да. Единицы креатива. А исследования, собственно говоря, они как были, там, средний чек 300 тысяч и 2-4. Для малого бизнеса неподъемный, да, скажем так, да? Ну, прежде всего, тут три проблемы, да. Основная вообще в целом для индустрии мы считаем это скорость. То есть, есть огромное количество решений, которые нужно принимать. Скорость? Сегодня. А вторая – это, собственно говоря, сложность. Ну, в смысле, что сложность понимания, сложность проведения. Смотри, сложность понимания, да, сложность даже грамотно поставить задачу исследователю, не говоря о том, чтобы самостоятельно сделать. У меня есть вот, опять же, среди моих студентов, там, стратегов, которые время от времени мне звонят, просят мне составить бриф для исследовательского агентства, потому что они не знают, как это делать, там, да, чтобы задача была понятна. Сложность общения с этими людьми, которые оперируют какими-то странными и птичьим языком, квоты, репрезентативность, выборка, вот это все очень шаманство, да, для большинства людей. Соответственно, сложность – это важная история. Тебе не обязательно, чтобы запустить исследование, не нужно делать так, что ты 10 лет должен учиться, там, 5, да. Тебе нужно просто, так же, как по аналогии с бухгалтерской программой, просто вести данные. Просто запустить, вести, заплатить и все. И третий параметр – это стоимость, да, они, эти параметры, дорого, долго и сложно, они, важность их зависит от бизнеса, да, для большого бизнеса важна все-таки скорость, да, они готовы заплатить, они готовы и заплатить, но нету, да, таких инструментов, не было. Чтобы быстро. Да, для малого, может быть, скорее, цена и экспертиза тоже, отсутствие экспертизы – очень важная история для малого и среднего бизнеса. Потому что, если ты средний бизнес, у тебя нету в штате маркетинга, маркетинга, маркетинга. Наверняка, наверняка, да. Но потребность уже есть в исследованиях. И что делать там, да, соответственно, очень часто сейчас либо приглашают какой-то фрилансера, да, с опытом работы человека, который на какое-то время, который ставит маркетинг в компании, да, вот таким образом делать. Либо, ну, самим постепенно изучают эту историю. Руководство, да, непосредственно вникает? Да, ну, все равно сложно, да. А, вот. Соответственно, вдохновившись тем, что все-таки на каких сложных рынках возможно решить. И мы, поскольку компания, мы вдохновились, компания технологичная, сами исследователи, много лет работаем по 20 лет в этой области, мы знаем, насколько это сложно. И, собственно говоря, решили это дело упросить. Упросили мы это благодаря тому, что, в принципе, поняли, что процентов там 80 задач, они типовые, они одинаковые ежедневно, повторяющиеся. Это тест видеоролика, тест названия, да, там, тест вижула какого-то, да, то есть задача одна и тащая. Вижула упаковки, да, например, в нашем случае. Да, упаковка, дизайн упаковки, там, концепции, они одинаковые, в принципе, оцениваются по одним критериям, и все там более-менее стандартно. Соответственно, если эта задача стандартная, то ее можно автоматизировать. Унифицировать. Унифицировать, да, и сделать так, чтобы фактически проблема маркетинга была решена нажатием одной кнопки, вот, просто за счет глубокой автоматизации. Ставим лайки, подписываемся и колокольчик. Как вы решили в вопросе автоматизации выбор аудитории? Ведь постоянно первый вопрос, который будет, там, кто-то там тестирует фитнес-батончики, а кто-то молоко. И вот как быть с этими выборками? Что опыт говорит, как это удалось унифицировать, вот эта вот аудитория? А, ну, нам было проще, потому что у нас есть основа. Компания Brona Research занимается, занималась все это время, 10 лет, на рынке онлайн-панелями. Вот, вот, вот. Это основной core бизнес компании. Вот, до недальнего времени мы именно были поставщики онлайн-панелей для исследовательских агентств. С нами работает 80% агентств. Соответственно, это тот основной бизнес, и мы интегрировали платформу Faston, она построена на собственные интегриверы, на наши собственные выборки, которые мы взращиваем, отслеживаем контроль, отслеживаем качество заполнения, да, смотрим, что это за люди. Это целый огромный процесс, да, о котором, наверное, стоит отдельное видео снимать, а то, как мы контролируем качество панели, да, но благо в Digital сейчас таких возможностей много. Можно отслеживать там людей, которые очень быстро заполняют автоматом их выкидывать. Можно смотреть повторяющие IP, там, да, если выходит с одного и того же компьютера. Есть опросы, по которым мы, например, вставляем несуществующие марки. Если человек, собственно говоря, выбирает, что он эту марку потреблял, то либо мы вообще удаляем этого человека, да, либо он начинает у нас светиться красной в панели, там, да, то есть он ошибся, получил штрафной очко, в следующий раз, если он ошибется, будет повод. Хорошо. Долго, да, такая тема. Да, вот по-простому хотелось бы спросить, вот, например, я прихожу, мне нужно сегодня оттестировать молоко, да, масс-маркетовое, завтра мне нужно оттестировать фитнес-батончик. Выборки в Fastune будут разные для этих людей? Да, да. Разные будут выборки? Да. Когда выходили в Fastune, мы делали так же, как делают Digital продукт выпускать. Мы выпустили изначально на рынок продукт с минимальными характеристиками, минимально возможными для того, чтобы он существовал. Изначально у нас не было возможности определять целевую аудиторию, нежели как только через пол, возраст, географию. Вот, да, вот я, наверное, может быть, даже застал это время. Ну, может быть, да, как раз я тебе, когда первый раз рассказывал про наш инструмент, была возможность выбрать только пол, возраст, географию, определенные параметры. А дальше, чуть позже, мы добавили возможность создавать целевые аудитории через вот эти три параметра, плюс отборочные, один или два отборочных вопроса. То есть, и как правило, это вопрос про пользование категории. Вот, я хотел сказать, покупаете ли вы молоко, покупаете ли фитнес-батончики, да, грубо говоря? Да, да, и, собственно говоря, да, и это такая возможность есть. Более того, что мы здесь еще большие очень фанаты не ограничивать, не усложнять аудиторию, слишком, задав большое количество критериев отбора. Это прям тоже отдельно большая тема. Любят многие компании устраивать сложные скрининговые анкеты отборочные по 10 вопросов, создавать кучу критериев. На самом деле это все противоречит современному тенденциям маркетинге, когда, собственно говоря, надо же максимально широко свою целевую аудиторию рассматривать. Объем нужно. То есть, над своей целевой аудиторией может быть любой человек, и все идет из философии, из книги Хауберенс Гроф. Основная идея этой книги, собственно говоря, одна из основных идей, то, что лояльность не всегда самая важная история, да, то есть не надо брать исследование лояльную целевую аудиторию, только ядро целевой аудитории, как минимум для количества, потому что огромная часть твоих потребителей состоит из нелояльных окейжиналов. То есть, точки роста у тебя скорее нелояльные твои, да, возможные точки роста. Это то, что называется окейжиналов, случайные покупатели, случайные покупатели, те, которые покупают твой продукт раз в год. И вот хвост из этих людей, он огромен, он иногда достигает 70%, то есть 70% объема продаж составляют люди, которые тебя купили случайно, а в следующий раз купят другое брать. Я, может быть, даже от тебя слышал, что, по-моему, Coca-Cola чуть ли не половина или чуть больше половины продаж от случайных покупок, кто там раз ее в полгода покупает. Я работал в панели домашних хозяйств. Я думаю, может, было бы неплохо, если бы вы периодически карлили друг на друга. Окей, ладно. Если бы не леди. Хорошо, хорошо. Надо смотреть. Да, многие компании уже вовсю используют эту маркетинговую философию. Марс работает с этим, Coca-Cola. Я видел действительно данные реально от панели домашних хозяйства, потребительские панели покупок, что так оно и происходит на самом деле. Так вот, возвращаясь, в чем история, собственно говоря, если мы берем только лояльных пользователей, то мы как бы убираем возможность для бренда расти. Ну вот я говорю, точки роста. Возможно. Мы все время общаемся с лояльным клиентом, который 30% продаж, например, создают. И то, что они хотят, может быть, противоречит того, что хотят люди, которые остальные. Соответственно, вот эта история с тем, что сужает свою целевую аудиторию, она очень странная для меня сейчас. Это, конечно, прежде всего касается рынка FMCG, но вовсю используется на других рынках тоже. Там, где продаж более-менее достаточно частый, где происходит хотя бы раз в месяц, ну или раз в полгода. А на FMCG молоко покупается достаточно часто. Ну да, да. То есть, мне кажется, есть люди, которые каждый день покупают молоко? Есть, кстати, мало. Мало, да? Ну вот, собственно говоря, вот идея. То есть, поэтому мы считаем, что это вполне окей, там, да, то есть, иметь возможность выбрать целевую аудиторию по положению с географией плюс по одному, там. По пользованию категории. Да, пользователю категории не переходить на уровне бренда. Мало, какие задачи нужно решать на уровне бренда. Они есть, но их очень мало. Вот, и мы, соответственно, и не хотим, может быть, все проблемы решать на фастоне. Мы решаем именно типовые исследовательские задачи, да, какие-то нестандартные задачи. У нас есть подразделения, которые этим занимаются успешно. Это уже именно то самое сложное направление, да? Ну, то, что называется отхок, да, когда делается, когда исследование делается конкретно по тебе, кастомный, да, кастомный. Кастомизируется под твои конкретные нужды. Мы занимаемся на фастоне именно теми задачами, которые ежедневно нужно решать, простыми, можно сказать, иногда банальными, да, но которые требуют решения. И причем цена ошибки тоже высока. То есть, да, то есть креатив-то, он стоимости создания, может быть, и снизилась, да, потому что за счет технологий и всего остального. Но при этом неправильная коммуникация, да, она по-прежнему может стоить денег там, да, каких-то. А смотри, вот я, например, первый раз пришел на фастон, и мне надо тестировать ту же самую упаковку молока. От скольки это будет стоить? Чтобы получить какой-то результат, от скольки это будет стоить? Ну, смотри, минимальный размер выборки у нас 50. Человек. Да, если ты тестируешь соло. Соло что значит? Ну, если у тебя только один вариант упаковки, да. Понял. Если у тебя их три, например, тебе три по 50, это 150 интервью базовая цена за интервью фастону 100 рублей, это получается 15 тысяч рублей. Но я бы не рекомендовал прямо постоянно пользоваться, злоупотреблять выборка 50, мы скорее ее сделали для совсем малого бизнеса, которому ресёч как таковый был недоступен. Вот. Потому что, в принципе, количественные исследования по-хорошему начинаются от 75, от 100. От сотни, насколько я знаю, да. Да, и здесь тоже такой важный момент, размер выборки. Чтобы 50 – это маловато всё-таки. Да, для количественных исследований это практически… Это не количественные исследования, да. Но выборка такая есть. На самом деле, я могу сказать, что вот такой нормальный ценник для трёх упаковок, там, 30 тысяч. За 30 тысяч оттестировать три варианта упаковки. Ну, в принципе, это, кстати, такая цена, это очень демократичная, скажем так. Да, ну, потому что она возможна за счёт автоматизации процессов. Мы просто взяли типовые исследовательские процессы и автоматизировали их. То, что раньше нужно было делать руками. Руками это делали люди достаточно квалифицированные на стоимость работы, которая достаточно высокая. То есть, создание квотной выборки и так далее. Да, создание анкет. Мы эти анкеты просто сами сделали в Шиле. Унифицировали. Вот. Они уже находятся там, ничего не нужно создавать. Это, кстати, огромная проблема, которой даже люди не отдают себе отчёт. Насколько это сложный процесс и сколько времени я даю даже простейшую анкету. Потому что всегда есть желание клиента внести правки. Есть желание самому что-то ещё сделать лучше. И такой процесс может занимать несколько дней, иногда неделю. Ну да. Даже для простейших задач. Анкеты очень сложно составлять. Да. Да, и на самом деле практически никто это не умеет делать грамотно. Я столкнулся с тем, что вот мы часто сотрудничаем со всякими школами, где мы предоставим фастуну для обучения. То есть, студенты учат и используют для того, чтобы... Это маркетологи, да? Да, маркетологи, люди, которые занимаются брендом и так далее. И я в одно время давал им возможность самостоятельно делать анкету. У нас есть такое решение, где можно самостоятельно вспомнить вопросы. Это получалось плохо. То есть, результат как бы плохой. Да, да, даже те люди, которые, в принципе, работают в бронеге и в рекламе, они все равно это делают плохо. Потому что, ну, это такой навык. Это, конечно, физика, да, ядерная. Но, тем не менее, надо поработать какое-то время. Нужно составить анкеты, получить результаты, понять, что результаты полный отстой, да, по плохой анкете. Потом еще раз это сделать, получить. Тогда ты начнешь формулировать. То есть, опять же, нужна обратная связь, да? Нужно получить хрень, да? Ну, как и во всех темах. Да. Прам-пам-пам, я Вадим. Привет, комьюнити брендинг. Подписывайтесь на наше сообщество в описании под видео. Дайте на колокольчик, ставьте лайки, приходите. И что касается простоты самой, да, тут сильно ситуация изменилась, когда появился онлайн-исследование. Онлайн-панели. Вообще онлайн-исследование как таковые. Вообще онлайн-исследование как таковые, они появились в России в начале 2000-х годов. Почти 20 лет назад давно уже. Это сильно упростило дело. Я в Реселеве давно и помню, насколько это упростило, реально, насколько это было таким волшебством. Следующий шаг, это был DIY-ресерч, так называемый. DIY-do-it-yourself. Да, это SurveyMonkey, следующий. А, вот эти вот опросы, анкеты SurveyMonkey обычно. Да, да, и Google Forms, которые используют. Все равно нужно иметь экспертизу. Конечно, да, да. Чтобы делать DIY, нужно... Следующий шаг, собственно говоря, который мы интуитивно к нему пришли, это UI-ресерч. То есть, use it yourself. То самое, кстати, волшебная кнопка. То есть, нажал, фактически, выбрал буквально 2-3 параметра и запустил ресерч. Вот, собственно говоря, Fastune относится уже к этой категории use it yourself продуктов. Да, но это мы сами интуитивно до этого дошли. Такое определение, это некое такое уже дальнейшее развитие ресерч. Это эволюция по параметрам простота и доступности. В широком понимании смысла любого человека. А как этот опрос выглядит для того, кого опрашивают? То есть, есть некий человек, это набиржано какое-то. Откуда эти люди берутся? То есть, вот я, например, могу ли я участвовать в тестах в этих? Как вы выбираете их? Да, любимый вопрос по поводу, кто все эти люди. Ну да, интересно же всем, кто смотрит нас. Кто все эти люди? Это люди такие же, как мы, которые согласились принять участие в вопросах. Не всегда это деньги, это основной мотив. Вообще, в принципе, в ресерче, как и на работе, на самом деле. Ну, деньги, да. Деньги не самый важный мотив. У нас есть потребность делиться своими… Влиять-то как-то. Влиять, да. Делиться своим мнением и так далее. Кстати, в России это потребность не реализована. Все психологи и социологи говорят. Это что сейчас начинает реализовываться, мне кажется. Да, да. Вот. Соответственно, люди охотно принимают участие в этих исследованиях. Мы рекрутируем этих людей на онлайн-площадках. Мы онлайн… Ну, например, как? Я, например, сижу… За счет рекламы. Баннерная реклама. Кликнул это все, да? Вот. И мы, причем в этой баннерной рекламе, мы действительно упираем не на то, что вы заработаете кучу денег и купите там дачу себе, да? Никто на исследовании не может зарабатывать так, чтобы действительно нигде больше не работать. Да, дополнительная заработка, приятный бонус. Собственно говоря, это так. Вот. Соответственно, что? То есть, это целая регулярная работа. Это живой организм. У нас порядка там в России 40-400 тысяч. 400 тысяч активных пользователей в России. Активных пользователей, не спящих. Это значит, они готовы принимать участие. То есть, им это интересно, они это постоянно делают? Да. И их состав постоянно меняется. Мы рекрутируем каждый месяц порядка 40 тысяч новых. Кто-то уходит по разным причинам. Надоело, да? Либо мы расстаемся из-за плохого качества. Но приходят новые постоянно. Вот этот поток, он новая, да, свежая струя этих респондентов. Это очень важно. Это очень сложная работа. С этим занимается специальный отдел по связям с респондентом, по рекрутированию. Вот. Это основа. Не зря мы создавали именно эту компанию, да, как онлайн-провайдер, потому что далеко не все компании могут делать. Даже большие следские компании, они не умеют это делать. Точнее, это очень хлопотное, сложное дело. Это, да, вот. Хотел затронуть такую тему, как есть люди, которые профессионально ходят на фокус-группы, на исследования, и их как-то называют, типа, профессионалы по... Профессиональные респонденты или как это? Их исследователи стараются отсекать. Да. Ну, собственно говоря, большой проблем в этом нет. В фокус-группах, на самом деле, насколько я знаю, существует база данных людей с паспортами. Просто их просят прийти с паспортами, и все. И все, это решается там, да. С точки количественных исследованиях, там просто нет такого большого мотива. Если за фокус-группы там платят, ну, на ощутимые деньги ты там два часа сидишь, там можно действительно... Сработать что-то. Да, здесь, ну, тут скорее приятно, чтобы тебе так извращаться там, да, чтобы придумать другую личность там, да, себе не имеет смысла, наверное, большого для количественных исследований, потому что там гонорары, может быть, не такие огромные. Вот, то есть всегда будет определенный... В количественных исследований вопрос, может быть, всегда фейк. Один-два человека там на выборке, да, конечно, ничего идеального не бывает. Там некая в пределах погрешности, там могут быть какие-то фейковые вещи, которые не повлияют на что-то там, да. А в этих онлайн-панелях вы отсекаете как-то маркетологов профессиональных и прочих людей, или же нет, или вы этого не делаете? В принципе, в принципе, есть вопросы, да, скрининговые, там, да, можно поставить скрининговые вопросы на предмет того, что человек не является профессионалом. На самом деле, при больших данных я большой проблем в этом не вижу. Ну, попадется там один, опять же, два. Маркетолог из ста. Да, два маркетолога. Это нормально, это как в жизни. Я тоже маркетолог, я тоже иду покупаю кофе, там, да, и я тоже потребитель. Так что это, окей, вообще вот на больших выборках, на больших числах совсем другие законы работают. Тебе важно, чтобы все было как в жизни. Ну, да, да, да. И не проблема, что ли, попадется пара профессионалов. Есть ли какие-то мысли по разработке что-то вроде фастуна или в рамках фастуна каких-то, возможно, может быть, качественных исследований? Да, мы сейчас работаем над этим. У нас был инструмент JetQuall, в котором мы фактически проводили качественные маркетинговые исследования с помощью ботов в Телеграме. Боты опрашивали? Да, боты задают вопросы, начинали, завязывали разговор боты. Если нужно, подключался модератор в Телеграме. Преимущество такой метода массового, хотя бы потому, что телефон с тобой всегда, ты можешь прямо у человека в какой-то ситуации попросить оказаться. Ну, то есть, пока этого что-то в продукт не оформилось. Оформилось в продукт, Телеграм забанили. А, Телеграм забанили. Ну, в смысле, он работает, но осложненно. Да, мы делали такие продукты, мы делали такие исследования Лесбербанка, еще некоторых компаний, которые очень заинтересованы в таких вот быстрых квох. Я большой фанат этой истории. Но вот Телеграм, к сожалению, забанили. И, насколько я понимаю, нас не устроили просто возможности других каких-то мессенджеров для того, чтобы это сделать. Технологически возможно. Вот на Fastune мы как раз сейчас и будем это делать. Мы этот JetQual перенесем на Fastune, мы сейчас работаем над внедрением качественных исследований. Это круто, вот это вот очень здорово. Там будут, да. То есть, даже может какие-то инсайты будут находить, да? Да, ну, конечно, да. Это одна из задач, собственно говоря, квала, находить инсайты. А QOL это качественные, а QWOND это количественные. Когда запустилась Fastune, как она быстро начала расти? Был это взлет какой-то? Вот вообще, как вы себя на рынке сейчас чувствуете именно Fastune как проект? А, ну... Вот это очень интересно, что в моем понимании, как я вижу, мне кажется, у вас прям все прям здорово как-то. Действительно, мы очень динамично растем за счет того, что на рынке давно была эта потребность. И мы очень надеялись на эффект вау. И он действительно случился. И вот этот вау-эффект, он очень классно на нас работает, им делится. Да, это мы развиваемся и за счет того сарафана, да? То есть, того, что люди между собой, сообщества делятся. Кстати, было не очень просто выходить на рынок рекламных агентств бреннинговых. Был ряд барьеров там, да, с рекламной агентствами. А какие, кстати, какие барьеры? Во-первых, ну, то, что нет заинтересованности рекламных агентств, себя самих тестировать. Есть определенный страх, чтобы получить креатив. Нет, конечно, такой страх есть, конечно. Есть, да, такой страх есть. И он связан, например, ну, сделаем мы три идеи там, да. И все три окажутся по тестам плохие. Все три окажутся ниже норм там, да. А мы уже в тендере поучаствовали. Уже дедлайны. Уже дедлайны. Есть вот эта история. Так, да, это очевидно. Первый, такой барьер. Ну, второй. Ну, собственно говоря, просто слово. Зачем еще заморачиваться, да? Но пока рынок не заставил, как бы, зачем нам себя усложнять жизнь? Да, да, потому что, опять же, миф там, да. Следование – это долго, сложно и дорого, да. И его сложно преодолевать. Вот только попользуешься, понимаешь, что это можно быстро делать. 15 минут ты проект настраиваешь, 2 часа проходит модерация, и в течение, там, 24 часов получаешь результат. На самом деле, результат сегодня или завтра, грубо говоря. Вот у тебя есть идея, и оценка будет сегодня или завтра, да. Да, но не все до сих пор в это верят. И это проблема, потому что у всех ресерс очень сложно и дорого, да. Зачем тебе заморачиваться? Второй барьер. Собственно говоря. А третий, я понял, на самом деле, тут действительно должна быть происходить, прежде всего, инициатива от клиента, от конечного. С одной стороны, да, и она так сейчас происходит. С другой стороны, очень продвинутые рекламные агентства, они действительно сами интуитивно поняли, что они конкурентно выглядят лучше. Если они показывают клиенту результаты уже, которые были протестированы на потребителях. До сих пор используется очень много фокус-групп. Ну окей, фокус-групп – классный метод, но с моей точки зрения, не любые противоставлять какие-то методы, но не всегда хорош для принятия решений, очень классно собирать инсайты, барьеры и так далее. Но для того, чтобы go-on decision сделать, то есть выходить, не выходить, все-таки квант получше работает, это классика уже. Фокус-групп часто используется, потому что это действительно был на рынке какое-то время один из самых быстрых и более-менее дешевых способов и понятных, потому что ты видишь этих людей. Но все равно это долго. Смотри, а как ты думаешь, рынок, например, в том же брендинге, он изменится так, что спустя какое-то время это станет вообще формой нормы, что ты подаешь на тендер клиенту или не на тендер только уже оттестированные варианты. Как думаешь, такое возможно, нет? Я понимаю, что это сложно такие прогнозы. Да, это было невозможно по причине того, что действительно долго-дорого. А сейчас думаешь, возможно такое изменение? Если у тебя средний ценник ресерча был 300 тысяч рублей, и клиент этого не поймет, зачем ему увеличивают ценник, еще рекламный агентство накрутят и так далее. Получается очень серьезная сумма. Когда это становится доступным, то это становится распространенным. Все очень просто, когда технология доступна становится. Кто бы мог подумать, что все бабушки и дедушки будут быть Сбербанком онлайн, просто пользоваться легко. Быть такими продвинутыми пользователями это происходит. Скажи мне, а западные международные агентства, насколько ты знаешь, они подают оттестированные результаты? Рекламы, дизайна упаковки или нет? Вроде бы это у них давно уже есть. Они уже часто подают оттестированные результаты. Если честно, я не знаю. Могу спросить у своих коллег. Мы работаем, кстати, в Западной Европе и вообще сейчас будем работать по всей Европе. С фастунной? Да, мы начали работать в UK в Германии. У меня есть коллеги, которые занимаются развитием бизнеса там. Я могу у них спросить, не знаю, как происходит там. Я одно могу сказать, что там рынок намного более консервативный. Да, консервативный? Вообще, в принципе, сложнее. Все движется вперед. Потому что уже устоявшаяся индустрия, да? Да, ну... Десятилетиями. Я знаю, как ресерчий отдел, какие-то проекты координированные страны и видел, что там действительно все очень... Есть притча в языцах кетчуп Хайнс, который вы должны... Если в Англии ты выводишь продукт кетчуп, он должен быть как Хайнс. И все, что не Хайнс, это не будет продано. И ничего ты с этим не можешь поделать. Которые потребительские барьеры, которые устоялись... У нас страна более динамичная. У нас все развивается. Можно экспериментировать в плане бренда, дизайна. Хотя считается, что он более консервативный как потребитель в плане своих моральных ценностей. Но что касается других вещей, более сложная... Ну да, то есть это, мне кажется, такая сложная материя. Несколько консервативно россияне? Это сложная материя. Прямо отдельный вопрос, которым я люблю сейчас выступать. С моей точки зрения, не настолько консервативно, как это принято. В чем-то да, в чем-то нет. Ну да, но я на твой вопрос не ответил. Не знаю, как обстоят дела на Западе. Я просто думаю, что... Просто не знаю. Вполне возможно, что да, у них уже хороший тон. Но опять же, у них чуть-чуть впереди вот эта автоматизация, чем у нас. Если у нас фактически в России нет конкурентов по постуле, мы конкурируем с ничем. То есть мы конкурируем с куларными обсуждениями и с обсуждением в Facebook. И с кабинетными исследованиями. Когда мы позовем всех кабинет, мы посварим, тебе нравится. По факту. Да, так и есть. Потому что мы любим эту цифру озвучивать. 10% только решения принимаются на основании обратной связи от потребителя. 10%. И 90% это... Так называемые экспертные решения. ...сервис-зона, да. Где мы как раз с фастуной очень хорошо живем. Соответственно, вот, вполне возможно... Да, на Западе там чуть быстрее это развивается в плане автоматизации сервиса. Там уже быстрее появился сайвермайн, быстрее онлайн-панели. Там есть конкуренты, но с запи, да, сервис. Но с нашей точки зрения это тоже достаточно сложно. Все равно надо работать с ними, иметь экспертизу, быть ресерчером. Мы же стремимся к еще большей простоте. Но при этом оставаясь грамотными, да. То есть вот эта симплификация, она не за счет качества, а за счет стандартизации стандартного... Тем не менее, ты говоришь, что в Западной Европе работаете. Вы там уверенно себя чувствуете? Нормально, да? Вы конкурентный абсолютно, да? Там не так быстро, как мы, развивается все, как и в России. В России прямо очень хорошо. На Западе все гораздо консервативнее к этому относится. То есть мы еще, к тому же, там российская компания, там есть Ипсос, есть там GFK, есть Ипсос, там вот это очень много значит, что компания... Ну это супер бренды, потому что... Вообще в маркетинге, мне такое впечатление, что там более консервативные. Не знаю, там на выходе я вижу иногда очень интересные решения в плане рекламы, что касается внутреннего принятия решения, мне кажется, там очень долго все делается. Особенно большой корпорации, чрезвычайно долго. То есть какой-то вроде парадокс. С одной стороны, очень классный креатив, я вижу, да, который выходит. Мы все видим, когда за рубежом, да, бываем. Ну да, да, да. Мы все всегда там от рекламы, от упаковки. Внутри как-то все это так сложно долго происходит. Друзья, напишите в комментах, что вы еще хотели узнать про исследования. И в следующей серии смотрите про мифов исследований, тестирование провокационной рекламы и фокус-группы.